Добрый день, дорогие друзья, любители футбола! Приветствуем вас на Сетунь-парке и в разгаре Лига Чемпионов, а именно ее групповая стадия. Сегодня мы наблюдаем за группой, можно сказать, смерти. Слишком много там сильных коллективов. И вот два из них мы сегодня можем наблюдать вместе с вами. У микрофона Дмитрий Ершов, а мой коллега Максим Киселев. Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! И отрадно, что мы начинаем трансляцию с этого опасного момента. Со штрафного удара Виктор Капков наносит удар и открывает счет в этом матче. Лишь только мы включились в эту трансляцию и тут же мы получаем первый гол. Вот такая вот западная радость. Виктор Капков со своей левой колотушкой. Кстати, именно его удар мы обсуждали перед матчем. Дмитрий Башкин, не даст совратьте. Именно эту левую ногу мы обсуждали. И вот она на первой же минуте матча открывает счет Титан против тройки 1-0. Ну и такой уж не прямо пушечный получился выстрел. Скорее на хитрость здесь бил Капкова, но и эта хитрость из себя оправдала. Давайте быстро к стартовым составам. Начнем с номинальных хозяев. Хотя в турнире Лиги Ченкова... В данном случае. Да, абсолютно законные, да? И официальные хозяева. Титан Запад. В воротах Вадим Карпов номер 1. Трио защитников. Справа налево Иван Шамарин номер 83. Дмитрий Бушуев пятый. Виктор Капков номер 33. В центральной зоне опорный полузащитник Дмитрий Лушников номер 7. Края занимают слева Евгений Севастьянов номер 2. Справа Алексей Киселев номер 99. Ну и на острие атаки хорошо знакомый южным зрителям футболист. Новичок, наверное, все-таки можно сказать, что на западе. Дмитрий Агапцев, который, стоит отметить, много забивает за Титаны. Хотя вот в эпоху свою южную Дмитрий Агапцев, наверное, не радовал болельщиков такими хорошими бомбардирскими результатами. Ну и, Дима, если позволишь, назову состав наших сегодняшних гостей. Команда «Тройка» – бессменные чемпионы «Юга». Обладатель, действующий обладатель Кубка чемпионов, Лиги чемпионов. Сегодня выступает в синих цветах. Итак, по составу. По первым номерам действует Павел Гуреев вратаре. Три защитника. Дмитрий Котковский номер 18. Марк Пуцко действует под номером 99. Сергей Сальков номер 21. Первый – Алексей Житников номер 4, правый полузащитник. В центре действует Илья Пилипенко. Знаменитый Илья Пилипенко, о котором мы сегодня обязательно скажем. Артем Семенов под номером 9 слева. Ну и на острие атаки действует под 89 номером Роман Герохов. Вот такой состав сегодня южане представили Титану. И они атакуют удар по воротам опасно. Да, опасный удар, но тройке нужно сейчас отвечать. Все-таки пропущенный мяч на первых минутах он может выйти боком. Ну и потом мы уже рассуждали с тобой, Максим, насколько важен все-таки быстрый мяч в формате 8 на 8. Теперь Титан может спокойно, совершенно играть от обороны и делать ставку на свои быстрые контратаки. Посмотрим, будет ли команда, представляющая Запад, удерживать это преимущество или пойдет вперед, попробует его развить. Да, Дима, так ты считаешь, что Титан сейчас выбирает стратегию и тактику этой игры. Но я бы с тобой не согласился, поскольку у нас сегодня в гостях действующий чемпион. И может быть тройка будет сейчас определять игровой рисунок, что она, собственно говоря, и делает. Вот сейчас конкретно в данную минуту, в данную секунду все футболисты находились на той стороне поля, где обороняется Титан. Я думаю, сейчас тройка будет нагнетать. Вот Илья Пилипенко, звезда, просто звезда Иствуда. Честно говоря, увидев этот трансфер, я не понял, как такое вообще могло случиться. Илья Пилипенко, который отдал практически всю свою футбольную карьеру команде Иствуда. И это символ, это икона команды Иствуда. Но вот оказался он в тройке. Наверное, Илья Пилипенко ставит себе задачу выиграть Лигу чемпионов и сделать это второй раз подряд вместе со своей новой командой. Да, ну и также пополнил стан гостей Дмитрий Котковский, также игрок, экс-игрок футбольного клуба Иствуд. Честно говоря, конечно, очень сильные трансферы. И причем тройка не только усилилась, но при этом еще и ослабила своих конкурентов. Иствуд все-таки это один, наверное, из четырех коллективов Южной Лиги, который ведет борьбу за первое место. Ну и противостоит, собственно говоря, тройке в этом аспекте. Да, новые задачи поставил для себя, видимо, Илья Пилипенко и его коллега по команде. Наверное, Иствуду трудно рассчитывать на победу в таком турнире. Хотя, безусловно, он будет стремиться это сделать. Даже, может быть, если не в этом году, то в следующем. Еще один удар, как здорово там подставлял ногу. Это Котковский как раз подключился к атаке. Да, и он вот так вот элегантно подставлял ногу и пытался немножко изменить траекторию полета мяча. Вновь Котковский с мячом, играет в центр. Илья Пилипенко, вот Бушуев сейчас вместе с Киселевым, здорово в отборе действует. Ошамарин подхватывает мяч, ну и не удается его в поле сохранить. Дима, как тебе темп сегодняшней игры? Ну, темп будет высоким. И вот мы рассуждали на тему того, кто будет диктовать условия сегодняшней игры. Но я лишь сказал, что забитый мяч позволит Титану как раз, может быть, выбирать нужный темп и свое, наверное, свое пло на поле, да, вот как будет команда действовать. Да, вот сейчас как раз-таки твои слова подтверждает Дмитрий Лушников. Развили атаку Титановцы и классный мощный выстрел туда в верхний угол. Чуть выше приходится, но действительно сейчас такое ощущение, что команды борются именно за то, кто завладеет инициативой. Сейчас Бушуев вытыкает, вот опасный момент возникает у ворот Титана. И ты уже смотри, разительная, стремительная, моментальная, молниеносная контратака Титана Агапцев. Вдвоем с Шамарином Агапцев разыграли мяч в центре поля. И вот теперь уже на ударной позиции практически Дмитрий находился. Но последняя передача, как много от нее зависит, получилась не точная. Ну, и, конечно, в воротах Павел Гуреев, в воротах тройки, вратарь, который известен по выступлениям за Мега Титан. Я имею в виду известие нашим западным зрителям. Вратарь, конечно, самый что ни на есть высшей категории, самый сок ЛФЛ, что касается последнего рубежа. Забить ему сложно, и поэтому первый гол, он, ну, его, наверное, стоит все-таки назвать немножко курьезным. Возможно, Павел еще, ну, как говорят, да, не проснулся. И поэтому позволил себе допустить такую ошибку. Да, сегодняшняя погода располагает к расслаблению. Действительно, в октябре у нас, в середине месяца, пришла такая летняя погода. И где-то, может быть, она действительно усыпляет наших футболистов. Но в такой группе, Дим, как ты сказал, да, группа смерти. Одна из групп смерти в нынешней Лиге Чемпионов. Но здесь не может быть не до сна, не до сна здесь в этой группе, потому что чуть-чуть расслабишься, чуть-чуть задремлешь. И просто-таки напросто с третьего места попадешь в кубок ЛФЛ. Да, и это при том, что в группе есть пищевик, который перетерпел очень масштабные перетурбации. Многое в команде поменялось, в том числе практически весь основной состав. И выглядит от команды, конечно, аутсайдером. Тройка уже провела свой матч с представителем Юго-Запада. Выиграли со счетом 7-0. А вот Титан немножечко меньше забил пищевику. На один мяч, да, всего меньше. 6-0. Вот эта игра закончилась. Да, парадоксально, конечно, выглядят результаты чемпиона Юго-Запада. 6-0 и 7-0 в первых турах. Но при этом остаются шансы у команды пищевик для того, чтобы выйти из группы. Поскольку еще 4 игры этой команде играть. Но, безусловно, в такой кампании, в которую попал пищевик, наверное, это будет сделать практически невозможно. Но вот я просто к тому говорил, что группа получилась бы еще намного более трудной, если бы пищевик предстал вот той командой, которая являлся буквально несколько сезонов назад. Тогда действительно и результат каждого матча бы напрямую влиял на выход из группы. Ну а сейчас пищевик скорее поставляет очки своим конкурентам. А вот эта тройка лидеров и как раз выяснит, кто пройдет дальше и будет уже сражаться в плей-офф Лиге Чемпионов. Вот Киселев сейчас пытается навесом найти своего партнера Агапцева. Чуть не точно приходится мяч. Ну действительно, в этой группе, конечно, тройка лидеров. Тройка лидеров, да, вот так вот именно это звучит фраза. Здесь будет, наверное, выяснять, кто из них останется лишним. Но дальше пойдут лишь две команды. И, увы, хотелось бы видеть все три, конечно, в плей-офф. Ну а пищевику пожелаем удачи. И, конечно же, собрать новый состав и организовать свою игру, чтобы достойно выглядеть в Лиге Чемпионов. Все-таки команда с такими традициями и с такими заслуженными результатами должна выглядеть более достойно. Даже на фоне таких команд, которые мы сегодня с вами наблюдаем. Буквально на зубах тройка отбивается. Выгрызли сейчас представители Юга этот мяч. И, похоже, что удастся провести хорошую контратаку. Но нет. Срыв атаки Бушуев получает желтую карточку. Нужно сказать, что Дмитрий довольно-таки часто получает вот эти предупреждения. Но палит он действительно в нужных моментах. То есть такие тактические нарушения, они, наоборот, идут в плюс. И сейчас Бушуев не то чтобы чем-то провинился, а скорее, наоборот, Алексей Медведев может поставить большой плюс. А на против фамилии своего центрального защитника и также капитана команды. Да, конечно, большой плюс касательно игрового эпизода. Но есть и минус в том, что последний центральный защитник Титана повис на желтой карточке. А тем временем тройка собирается наносить этот решающий удар. Илья Пилипенко принимает мяч. Нет, это не он. Это Дмитрий Катковский. Вот, извините, перепутал я. Но, конечно же, и Катковский обладает хорошим ударом. Но до него сейчас дело довести не удалось. Тройка продолжает свою атаку. Прием в центре поля. Ну, что касается удара, то как раз Катковский здесь даст фору Пилипенко. И был здесь пол. Показывает, что держали руками, что Шамарин там палил. Но уже смотрим на другую половину поля. Здесь Севастьянов навязывает борьбу и забивает второй гол Титана в этой встрече. Да, конечно, хочется хвалить Евгения Севастьянова, который хладнокровно использовал этот эпизод. Но нельзя сказать об этой оплошности, которую допустил защитник. А в данном случае... Кто это был, не могу я разглядеть. Это центральный полузащитник оказался на позиции в этом эпизоде. И просто-таки подарил гол Евгению Севастьянову. Иначе и не скажешь, поскольку была вот эта скидка назад, рассчитанная на то, что вратарь Павел Гуреев возьмет этот мяч. Но Евгений Севастьянов своими молодыми быстрыми ногами подкарауливает этот эпизод. И, ну, действительно, как палать просто разбирается в этом моменте. И 2-0. Дима, вот ты говорил про первый гол, что он был очень важен и что он тоже связан с ошибочными действиями игроков тройки. И в данном случае это второй гол, который вызван больше не заслугой Титана, который хорош, безусловно. Но согласись, что 2 гола забиты с ошибок тройки. Безусловно, безусловно. Но вот ты знаешь, так же обсуждал я с коллегами с Юга в преддверии этого матча. И как раз мы сошлись на теме, что очень важно, когда коллектив обладает не только хорошими результатами, хорошими исполнителями, но и когда наказывает за каждую ошибку соперника. И вот Титан в этом году, где-то, может быть, за счет прессинга, за счет хорошей физической формы, готов, готов противостоять и противопоставить, самое главное, своим конкурентам именно такую атакующую игру с высоким прессингом. Да, вот сейчас очень быстро и разительно Титан выходит в атаку, но здорово действуют защитники тройки. И получится ли организовать контрнаступление? Ну нет, смотри, четыре игрока Титана уже возвращаются в свою зону и не дают возможности тройке организовать полноценную нормальную контратаку. Да, у нас быстро развиваются события на поле, поэтому все замены мы, конечно, не успеваем озвучить. Но Гивианг, в составе Титана, уже три футболиста сменилось. Здесь Артем Сергеев, главный тренер, лидер команды Алексей Медведев, также оказался на зеленом прямоугольнике. Ну и, насколько я понимаю, Артем Сергеев тоже под девятым номером появился на поле. Да, Артем Сергеев вместе с Алексеем Медведевым появляется на поле. Да, два действительно очень классных, крутых футболиста. Выходит, совершенно я до сих пор не могу смекнуть, как Алексей Медведев и Артем Сергеев не попадают в стартовый состав. Ну, по Медведеву понятно, что это тренер, да, но вот Сергеев, действующий обладатель континентальной футбольной лиги в составе ЦДК, не попадает в состав Титана. Вот посмотреть, какой состав у Титана, что Сергеев не попадает в старт. Ну, возможно, здесь какие-то свои как раз тренерские задумки, потому что Сергеев и в ЦДК был игроком стартового состава, и в ЦДЯН, где он раньше играл, откуда, собственно говоря, перебрался в стан Титановых всегда занимал именно позиции в основе, да? То есть выходил всегда на поле в основном составе. Да, конечно, выходил в основном составе, а вот сейчас, едва появившись на поле, зарабатывает такой важный штрафной. Сейчас Виктор Капков подошел к нему и пожал руку ему за этот штрафной, поблагодарил. Вот такой вот маленький нюанс, такая маленькая деталь. Ну, вот Капков поблагодарил сейчас Сергеева за то, что он ему дал такую возможность ударить с этой позиции. Посмотрим, чем она закончится, эта ситуация. Не ударом ли Бушуева она закончится? Капков-то, конечно, поблагодарил, но, видимо, здесь эти самые футбольные хитрости вступили в силу. Пытался запутать его на соперников. Ну, и, наверное, это логично. Логично им кажется, вот в первом эпизоде, когда забили первый гол, как раз где-то застали врасплох тройку. Да, футбольные хитрости видим мы в действии. Сейчас вот аут на Медведева развернулся, но здорово сейчас действует Сергей Сальков в этом эпизоде. Шамарин выгрызает буквально мяч для своей команды, но что показывает арбитр встречи? Все-таки угловой будет сейчас подавать Титан. Сразу же Виктор Капков отправляется к угловому флажку. Там уже и Архипов. Будет ли розыгрыш или мы увидим подачу на Алексея Медведева? Подача, ну не на Медведева, а на Сергеева! И как сейчас не замкнул на дальней штанге Артем Сергеев. Ну, перехвалили, наверное, мы Артема в этом эпизоде. Действительно, этот момент был на третий гол. Да, отлично атакует Титан, моменты, ну, практически стопроцентные. Для своих партнеров организует, и здесь здорово, в центре Полина, это Шамарин. Шамарин, да, навязал такую борьбу. Здорово, конечно, смотрится Иван сегодня. Помогает не только в обороне, но и часто мы видим, как он смещается в центр и где-то подменяет Лушникова. В данном случае Сергеева. Да, про Ивана Шамарина, конечно, нужно сказать отдельно. На мой взгляд, этот защитник не являлся, наверное, в том сборе Титана, который был изначально. Со всеми звездами, со всеми топовыми, как мы говорим, игроками. Иван Шамарин был один из конкурентов на позицию правого защитника. Но в этом сезоне он железобетонный, наверное, игрок основного состава. И как здорово действует в каждом матче. Успевает не только выгрызать, но еще и мячи, какие забивает Иван Шамарин. В общем, хорошо комбинирует тройка. Атака началась с правого фланга, откуда Катковский, в общем-то, отправил мяч в середину. Ну и затем серия таких перепасовок на коротке. И зарабатывает тройка угловой удар. Да, и как раз под этот угловой удар выходит Илья Пилипенко. Там на линии подбора он сейчас будет действовать. Как раз к нему сейчас приходит мяч. Что будет делать Илья? Нет, передача направо. Я надеялся, что Илья нанесет удар. Сегодня много у нас хороших, красивых ударов. Но решил через право действовать. Ну и здесь настоящим королем эпизода выступает Вадим Карпов. Передача. Тройка сейчас выходит в стремиту контратаку. Финтом сейчас обыгрывает Сергеева. Нападающий тройки. Ну и все. Атака захлебывается. Архипов как здорово сейчас отработал в обороне. С мячом Пилипенко. И сразу же бьет. А тут еще и получается, что откликнулся на этот удар, прострел, терапередачу нападающей тройки. Забивает он один мяч. Размочил немножко счет. Ну и отправляется сразу же на скамейку запасных. Конечно, увидеть номер оттуда это практически невозможно. 2-1. Тройка возвращается в игру еще в первом тайме. И это очень важно, потому что чем меньше времени остается, тем тяжелее забивать. Да, такое ощущение, что я Пилипенко сам уже направлял в дальний угол. Мне показалось, что именно он станет автором гола. Но кажется, это Роман Горохов был. Все-таки подкорректировал, подретушировал этот удар. И он закономерно заканчивается голом. Ну, тройка, на мой взгляд, наиграла все-таки на этот гол. Посмотрим, ответит ли Титан сейчас со штрафного. Ну, здесь важно, наверное, понимать, какие голы Титан забил. Да, вот. Если вы учитываете это, то, конечно, тройка наиграла. Но стопроцентных моментов, честно говоря, у тройки не было. Шамарина сейчас пытается пробить, ну и высказывает арбитру встречи Архипов претензии, поскольку на его взгляд до свистка выбросился защитник тройки на этот удар. Подача Архипова на дальнюю! Ну, вот и Бушуев у нас появляется на поле. Уходит Шамарин, а также Фролов. Видим, что выходят вот такие вот перестановки в стасане Титана. А сейчас кому скидывал Медведев? Не успел Фролов выйти. Вот Медведев, видимо, ему сбрасывал этот мяч. Фролов выходил на замену. Наверное, стоило чуть быстрее это сделать, поскольку явно Алексей Медведев именно на него рассчитывал эту скидку сделать. Ну, а перестановки в Титане действительно глобальные, потому что по сравнению со стартовым составом осталось лишь два футболиста на поле. Это Дмитрий Бушуев, ну и голкипер под первым номером, конечно же, Вадим Карпов. Да, интересно, что сейчас Павел Белов выходит на концовку. Не удается ему сейчас выиграть верховую борьбу, ну и Бушуев разряжает эту ситуацию, поскольку там уже совсем запахло жареным, и жареное продолжает жарить. Итак, снова тройка в атаке и успевает Худинов поставить бедро, там Акарпов уже был в большом волнении после этого выстрела. Посмотрим, тройка сейчас активно давит, и такое ощущение, что хочет тройка уже к перерыву сравнять счет. Это было бы неплохо сделать, вот как раз используя этот стандарт, неплохая подача, но справляется Титан в борьбе на втором этаже. Неточная передача, но успеет, успеет все-таки достать этот мяч Сергей Сальков. Да, сейчас высказывают ему претензии Артем Семенов, неточная сейчас случилась передача, но, конечно, в таком темпе сложно вообще давать хорошие точные передачи, поскольку прессинг присутствует практически в каждом эпизоде. Вот сейчас верховая борьба, за кем? За тройкой все-таки нет, отвоевывает титановский мяч, и снова он переходит к тройке. Такой небольшой сумбур у нас случился в центре поля, который оборачивается атакой, и Бушуев вынужден сфалить. И в этом эпизоде, Дим, я вспоминаю его желтую карточку, которую он получил буквально в начале встречи. Ну, ты знаешь, а я не вспомнил про эту желтую карточку, и мне кажется, что здесь как раз нарушение не тянуло никак на горчичник, и то есть волноваться было преждевременно. Но волноваться стоит сейчас, когда назначен уже этот штрафной удар, буквально считанные метры до штрафной площади, и удар, конечно же, обещает быть очень опасным. Три человека в стенку поставил Вадим Карпов, ну, а мы смотрим за этим выстрелом. Итак, разбег, удар, и мяч, может быть, стенку-то и обошел, но вот в кого-то из защитников все-таки прилетел. Да, Илья Пилипенко сейчас видели мы, как был раздосадован тем, что его хитрый удар не удался, ну, а тройка продолжает сейчас нагнетать и продолжает надавливать на титан, совершенно не устраивает ее расклад, уйти на перерыв, проигрывая в счете. Из-за боковой Катковский, есть там Житников впереди, но выбирает пас вперед, здесь использует ту самую связку из Ислада, да, хорошо выглядит Катковский и Пилипенко друг друга на поле. Да, они будто братья-близнецы действуют, это чувствуют друг друга два этих футболиста. Это очень заметно, что взаимодействие у них совершенно отлажено. Сейчас Фролов ошибается, казалось бы, в простой ситуации и вынужден мяч в аут выбить, дабы не допустить эту стремительную контратаку к тройке. Еще один из-за боковой меняет тройка фланги. Сальков подключается и как самоотверженно сейчас действует Сергеев. В таком подкате еще так далеко убивает мяч. Ну да, здорово, здорово действует Сергеев в опорной зоне. Ну и честно говоря, у Салькова-то не было особых вариантов продолжить эту атаку, как ее развить. А вот когда Титан выбрасывает, когда использует как раз этот прессинг агрессивный, когда сразу несколько игроков группы атаки находятся на половине поля соперника, вот тогда у тройки появляются свободные зоны, вот тогда начинается как раз их игра. И вот на этих свободных пространствах тройка очень опасна, здесь никаких сомнений не возникает. Да, и чувствует эту опасность Артем Фролов, и поэтому не торопится ввести мяч, а тем более, что главный тренер команды, который находится на поле, кстати, еще успевает все-таки сделать замену. Как удается это Алексею Медведеву, честно говоря, я не очень понимаю, но тем не менее это происходит. Киселев выходит на острие атаки, а также появляется Дмитрий Кудинов вновь на поле. Да никто этого не понимает, потому что каждый, кто сталкивался с такой проблемой, я думаю, сделал для себя вывод, что совмещать две функции игрока и тренера практически невозможно. Даже в ЛПЛ. Да, крайне-крайне это сложно, и причем сами играющие тренеры это признают, но, Дим, много мы обсуждали... Но играет и тренирует. Да, но много мы обсуждали по поводу Алексея Медведева, ну, а как можно его не использовать как футболиста, если он в таком порядке? Ну, вот как его не выпустишь на поле? Но при этом, после того, как его назначили на тренерскую позицию, Титан стал лучше играть. Титан стал показывать намного более стабильные результаты, и в том числе с большим количеством забитых мячей. Но вот, что касается забитых мячей, то здесь, по-моему, главный фаворит это тройка. В своем чемпионате, да, пускай, может быть, еще не встречались с прямыми конкурентами, с сильными командами, но тройка за четыре матча... 41 гол забила? Больше 40 мячей. Больше 40 мячей забила тройка за пять матчей. Причем, не в каком-то там турнире в докачке, а на секундочку это высшая Лига Юга, да? 41 мяч за пять игр. Вот такую вот результативность показывает тройка, но сегодня пока что один мяч всего удалось забить Титану и продолжает тройка нагнетать, а Титан не готов пропустить больше одного сегодня. Во всяком случае, в первом тайме он не готов. Сейчас будет перерыв, будет возможность как-то подумать, может быть, акценты переставить, но потому что 2-1 это очень скользкий счет, мы говорим, что преимущество в два мяча легко отыгрывается, точнее, легко ликвидируется, ну а вот преимущество в один мяч это вообще по меркам в Лиге Чемпионов практически ни о чем. Да, совершенно такое сомнительное преимущество в счете, но я думаю, что в головах игроков даже нету сейчас счета, настолько высокий темп у игры, что вряд ли они помнят, что это преимущество такое зыбкое, сейчас каждый игрок полностью отдается футболу, и сейчас все может решить, решить малейшие эпизоды, может решить и перевернуть игру в одну или другую сторону. Но пока Титан довольно-таки спокойно отбивается, не знаю, что у кого опаснее стандарты, пока, наверное, опаснее стандарты у Титана, но вот такой вот удар явно он мог застать врасплох голкипера, да и всю линию обороны, но здесь справляются общими усилиями. Да, здорово, сейчас интересно придумал Алексей Житников, получив этот мяч, такое вот нестандартное футбольное решение, да, принял и ввел в заблуждение вообще абсолютно всех, ну, слава богу, что там голову защитник Титана подставил, а тем временем вторая желтая карточка у нас находит своего героя, и это сейчас, вот сложно рассмотреть, конечно, номера тройки, но нам удается практически невозможно, Роман Горохов получает эту желтую карточку за срыв контратаки, ну, в общем-то, заслуженно в этом эпизоде. Абсолютно здесь с тобой согласен, мы сказали пару слов по тройке о чемпионате Юга, нужно сказать, что тройка не встречалась сильными соперниками, опять же, повторюсь, но в матче за суперкубок команде противостояла торпеда Сити серебряный призер Южной Лиги, ну, вот даже при том, что вроде бы команды идут рядом, да, золото и серебро, тройка, конечно, была наглого сильнее в этом матче и просто разгромила своего соперника. Да, это показывает о том, что в какой готовности находится команда тройка, что не выпадает она вообще ни на секунду из ритма, ну, вот, честно говоря, меня удивляет мотивация тройки, которая из года в год становится чемпионом, вот победа им не приедается, вот, вот, ты 7 раз становишься чемпионом, и ты все равно идешь в 8 раз за титулом, вот это, конечно, я бы подчеркнул отдельно. Вот здесь опасный момент какой, как же мяч там нырнул сквозь все ноги, сквозь всех защитников и дошел до Вадима Карпова. Здесь мы как раз выделяем мастерство западного галкипера, потому что момент действительно был очень опасный. Да, действительно опаснейший был момент, и Вадим Карпов на последнем рубеже здорово себя проявляет, ну, а вот у него совершенно отличный получился, на Алексея Медведева, ну, и как здорово Дмитрий Катковский сейчас выиграл верховую борьбу у нашего признанного лидера-бомбардира, конечно, заслуживают отдельной похвалы. Ну, вот тройка нагнетала-нагнетала, а тем временем время-то почти тайма заканчивается, уже тройки совсем мало времени остается для того, чтобы все-таки счет в перерыв сравнять, тем более, что сейчас Лушников здорово действовал, Фролов немного помог рукой и увидел это. Арбитр встречи, похоже, что штрафной назначит? Или я ошибся? Ну, штрафной или угловой на самом деле небольшая разница. Все-таки аут, по-моему, да, будет тройка вводить, а вот аут это уже другое дело. Нет, все-таки арбитр стоит, мне кажется, и сейчас явно указывает, откуда нужно разыграть мяч. Да, вот прямо руками сейчас и показывает, и показывает, поставив мяч на землю. Да, вынужден был там фалить Артем Фролов, поскольку в пределах футбольных правил, он не успевал выиграть этот эпизод, и опять же, как ты говорил о грамотных фалах, да, вот это именно тот самый случай сейчас присутствовал, и вот последняя возможность тройки в первом тайме сделать то, чего они хотели сделать вот последние, наверное, 15 минут, нагнетая. С этой позиции, наверное, можно и пробить, но мы увидим прострел, да, прострел низом, в надежде, что кто-то замкнет его на дальней штанге. Да, перепенка был быстро на подборе, но сейчас, конечно, Алексея Киселева надо похвалить, поскольку не дал он акцентированно ему нанести этот удар. Удар перепенка устремляется туда, в рыболовную сетку за воротами Сеатуль Парка и, наверное, на этом эпизоде мы немножко передохнем. Безусловно, очень содержательный первый тайм, нужно перевести дух. Сеатуль Парка Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Гуреева, и тем самым своей хитростью пытался получить преимущество. Да, и очень раз застадовал был Киселёв, потому что удалось ему получить мяч в кои-то веке на оперативном просторе, да, ну и тут же судья этот мяч отобрал, но при этом оставил у Титана Капков на левом фланге, играет назад, и похоже, что Титан через голкипером продолжит развивать свою атаку. Вынуждает сейчас тройка развивать атаку через Титана через своего вратаря, поскольку вариантов там впереди нету, и даже сейчас Севастьянов, пытавшийся принять мяч, получает жесточайший отпор от защитника тройки, и сейчас вот снова действует здорово на эпизоде Дмитрий Катковский буквально за 15 секунд два технико-тактических действий положительных совершает. Хорош Катковский, но мы отмечали усиление тройки, все-таки Илья Пилипенко – это лучший полузащитник прошлого сезона Южной Лиги, и, конечно же, трансфер очень сильный, но и без того. В тройке много номинантов, много индивидуальных наград забрала эта команда. В том числе лучший вратарь, разумеется, Павел Гуреев, нападающий Горохов, и лучший игрок сезона Семенов. Да, вот такие вот классные футболисты, а вот сейчас интересное решение тройки. Клим Лондин выходит на острие, привычнее видеть его больше в центральной линии поля, но вот сейчас… Еще один удар, извини, Максим, что перебиваю, но здесь мяч в двух, наверное, где-то метрах развернулся со штангой, однако заставил все-таки полузащитник тройки вытянуть в струнку Вадима Карпова и как-то вот обозначить свое присутствие на поле. Да, Артем Семенов сейчас пытался нанести нацеленный удар в угол ворота, а Клим Лондин, на которого я анонсировал, здорово вышел и тут же сделал вот эту классную скидку на своего партнера. Ну а тем временем атакует Титан, Агапцев уже в трафной площади. Убирать и… Конечно, гол. Конечно, гол, но это ли не гол Дмитрия Агапцева, да? Все сделал нападающий, укрыл корпусом, прошел мимо защитника, похоже, все-таки случился там небольшой рикошет, но суть в том, что Евгений Севастьянов забивал уже в пустые ворота. 3-1. Да, 3-1. Титан возвращает себе преимущество в два мяча. И действительно, это гол имени Дмитрия Агапцева, который так здорово разобрался с двумя защитниками в штрафной площади. Ну а Евгений Севастьянов, конечно же, хладнокровно привел приговор в исполнение. И вот видим, что у него второй, необычный такой второй номер, да, для атакующего полузащитника на спине. Ну вот двойка – это означает то, что Титан уже ведет в два мяча, а сейчас может в три повести, если бы Севастьянов подстроился под эту передачу. Да, я чуть-чуть лучше бы пробил, мне кажется, немножко потерял нападающие ворота, бил уже на чуйке, как говорят, да, в футбольных кругах, но и удар получился неточным. А здесь нарушение правил. Ну, тройка получает свой шанс отквитать еще один мяч, как-то вернуться в эту встречу, ну и самое главное, что стандарт действительно очень опасный. Да, Клейм Ландин здорово вошел в игру, до этого сделал классную скидку, а сейчас вот опаснейший штрафной для своей команды завоевывают, и вот зная, какой удар может тройка с такой позиции нанести, вполне сейчас для Титана преимущество в два мяча может как появилось, так и ускользнуть в этом эпизоде. Будет ли прямой удар или же последует розыгрыш, мы видим, что, в общем-то, неплохо футболисты тройки расставились, есть свободные зоны, есть свободные адресаты, да, пас на лево и удар в касание в дальнюю девятку метил игрок тройки, это, насколько я понимаю, Сергей Сальков был, да, но судьба позиции это именно он, наносил удары, но удар получился неточным, здесь получает, кстати, Сальков при борьбе на втором этаже, прилетает ему от Киселева, Киселев такой очень статный футболист, прекрасно может и корпусом сыграть, ну а вот здесь вот влетел в защитника тройки. Да, на всю сету было слышно, как сейчас больно было в этом эпизоде Сергею Салькову, ну вот, да, применил жесткую мужскую борьбу Киселев сейчас на втором этаже, а вот Бушуев сейчас разворачивает, простите, Лушников разворачивает атаку Титана, но она захлебывается усилиями Дмитрия Катковского, да, Киселев на мяче, не успевает принять его, Шамарин подбирает, выручает своего партнера. Ну и немножко сумбура мы наблюдали в последние две минуты, факт остается таким, что мяч все-таки еще у Титана и вновь дают развернуться защитники нападающему Титана. Конечно, вот у тройки в обороне сегодня есть определенные проблемы, можно так, наверное, сказать, но в любом случае какая-то вот, ну, чуть ли не несыгранность, да, неприсущая совершенно чемпиону Юга, сегодня мы наблюдаем ее. Да, вот посмотри, сейчас игра разбилась дима на отрезки, вызваны вот эти потери, наверное, высоким темпом, которые команды предлагают друг друга, и вот потери за потерей следуют, наверное, не успевают. Вот не думаю, что сейчас мы увидим замены в составе обеих команд, какой сейчас Финк заложил Капков и какую передачу сейчас сделал на Киселева, вот это вот был бразильский уровень. Да, вот так единственное, не повезло Капкову, что не было на поле Медведева. Медведев, конечно, специализируется на подобных передачах, очень, конечно, голевое чутье развито у одного из лучших нападающих не только, наверное, западной лиги, но и всего ЛФЛ. Да, в таких моментах Медведев действует будто клюшкой, завершает эти эпизоды, да, но вот его длинная нога, которая столько мячей забила вот именно таким образом, в данном случае Киселев не обладает этим качеством, но зато обладает другими, и, конечно же, сегодня мы их обязательно увидим. Тройка сейчас получает хорошую возможность для взятия, если бы прошла эта передача. А Шамарин просто сам чувствовал, что сейчас что-то страшное случится, и поэтому просто разрядил обстановку в этом эпизоде. Ну, сыграл по учебнику Шамарин в этом эпизоде, я обратил внимание, как рыбкой здорово Бушуев действовал, как он выбил мяч, единственное, что все равно снаряд вернулся к тройке. Ну да, Титан, в общем-то, не чурается каких-то простых действий футбольных, если что, если нужно, мяч улетит очень далеко и надолго. Да, именно сейчас эту паузу для себя, полезнейшую паузу, получил Титан и делает замену. Вот видно, что Титану сейчас обязательно нужно сбивать темп, что и грамотно делают сейчас Александр Зуев и Алексей Медведев, которые в данном, в данном конкретном случае, именно на тренерском мостике и находится. Даже куртку одел поверх формы, чтобы вот немножко его отличали. Тройка в атаке! Отличная игра в пас! Мяч в центральной зоне, перевод на фланг, Житников работает с мячом, передача вперед на Горохова, скидка обратно Житникову, навес на дальнюю штангу, кто там? Ну и здесь разряжает ситуацию Сергеев, однако мяч остается у тройки, Пуцков сохраняет для своей команды и сейчас его партнер ищет продолжение для этой атаки, но Титан тоже не дает такой возможности, но вот сейчас вынужден дальнюю такую передачу сделать, Бушуев выигрывает этот верхний на пас. Киселев сейчас возможность есть устремиться в контратаку, Севастянов получает мяч лево на Киселева, Агапцев ждет уже там передачу, но последует на Севастянова и защитника сейчас Фортуна была на стороне тройки. Да, Севастянов, конечно, такие эпизоды должен решать, тем более в таких очень важных матчах. Здорово действует в стиле бокс-то бокс Сергеев уже на правом планке, но развивается атака тройки, будет удар и накрывает Бушуев. Бушуев сегодня, конечно, проводит очень хороший матч, практически в каждом эпизоде он спасает свою команду. Да, действительно, вот сейчас по-капитански действует Дмитрий Бушуев, а игрок тройки, ты видел, как он щеку развернул в этом эпизоде, там был бы гол. Да, если бы, да, то есть там был, наверное, градусов на 170 развернул стопу полузащитник тройки, и если бы сейчас не капитан, если бы не Бушуев, то это был бы гол. Подача с углового, мяч на ближнюю штангу отправляется и спасает там то ли Карпов, то ли Сергеев. Непонятно, до кого все-таки мяч в итоге дошел, но атака тройки продолжается, и здесь уже Севастянову приходится выбивать мяч подальше. Важно Архипову было сейчас зацепиться за эту передачу, он это сделал, ну и как классно сейчас действует против него Сергей Сальков на подборе, тройка продолжает нагнетать, подкат Сергеева, спорный эпизод, да, действительно показывает, что мяч в руку попал, но непреклонен орбитр встречи и назначает аут в сторону Титана. Вся скамейка Титана сейчас на ногах, апеллируют они к орбитру, но эпизод-то такой довольно-таки кристальный. Все-таки штрафной. Просто он произошел прямо напротив скамейки Титана, и, конечно, какой-то прессинг создать, такую возможность нельзя упускать. Да, конечно, нельзя упускать возможность, вот сейчас Архипов за этот пас не зацепится никак, Агапцев пытается сохранить мяч, но нет, не сохраняет, и тройка сейчас из аута будет стараться быстро ввести, вот видишь, Агапцев даже отбросил мяч, понимает, что сейчас очень напряженная обстановка у Титана в штрафной площади, тройка пас доходит до партнера, а выиграет Сальков от штрафной площади, нет, 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 не будет точки. Ну почему же не пробил-то сразу Сальков, а здесь Севастьянов, и было нарушение против него, а значит это должна быть желтая карточка. Недовольны действиями арбитра теперь уже и представители Южной Лиги, причем недовольны, по-моему, не только действиями арбитра, но еще и действиями своих подопечных. Можно было там пробить, да, и показывает сейчас Михаил Ростопчин, что ворота ты перед тобой, бей, куда ты лезешь дальше. Ну, красивый был финн, заложен, конечно, защитником тройки, вот другой вопрос, что не принес он каких-то положительных плодов. Да, опаснейший эпизод был, конечно, мог закончиться он и пенальти, как показалось сначала, но можно было и мяч действительно забить, Капков сейчас направляет, ну а за недовольство, которое было выказано общими усилиями тройки, Артем Шаров получает горчичник в этом моменте. Гуреев далеко бросает этот галкипер, Иван Шамарин выходит здесь хозяином горы, Медведев тоже начинает играть верхом на Агапцева, вот на такой английский стиль сейчас переходит Титан. Ну и тут же был разыгран этот стандарт и Титан уже теперь может разыгрывать угловой удар. Дмитрий Агапцев у мяча, к нему Архипов подбегает и похоже, что мог состояться розыгрыш, но нет, меняется просто местами, теперь уже Агапцев идет на острие. Архипов увидел Сергеева на ближней штанге, пытался ему туда прострелить и в стремительную контратаку выходит тройка. Три в три, ну а здесь проникающей передачей нужно забивать, Карпов спасает Титан в этом эпизоде. Чем сейчас отбил Карпов этот мяч? Коленкой. Коленом, а мне показалось задней поверхностью бедра отражает этот удар, казалось бы, который уже обернется голым, да, но сейчас действительно Карпов в этом эпизоде спасает свою команду, близка была к тройке, к тому, чтобы сократить счет в этом матче. Еще один стандарт, здесь мяч не доходит до центральной линии, устремляется в атаку Агапцев, делает пас на Архиповый, тут же удар, конечно, Титан в этом плане большие молодцы, что доводит каждую свою атаку до завершения. Да, сейчас настоящий подвиг совершили Павел Гуреев и Сергей Сальков в этом эпизоде. Удар был под опорную ногу, совершенно неудобный, и поэтому Гуреев с трудом его отразил, ну и Сальков подстраховывает своего вратаря, спасает эту ситуацию, а если случись 4-1, думаю, все вопросы бы сняли сейчас титановцы. Сергеев в центре поля разворачивает атаку, находит Капкова слева. Капков на Сергеева. Ну и вот здесь, похоже, привезли все-таки титановцы себе атаку на ворота. Да, пускай темп этой атаки удалось сбить, но мяч остался у тройки. Вся тройка устремляется, даже включая Марка Пуцко, который из позиции центрального защитника идет туда на дальнюю штангу. Тройка сейчас всей командой нажимает, и возможность хорошая для взятия на вес, ну и Вадим Карпов здесь спокойно контролирует ситуацию, да и, в общем-то, не торопится ввести мяч в игру. Сыграл голкипер на чистом мяче, вот самый, наверное, безобидный стандарт, который мог бы произойти. В этой важной части матча. Медведев сейчас выиграл верховую борьбу, казалось бы, но Марк Пуцко своим давлением и нажимом совершенно дезориентировал нашего нападающего, действующего по 13 номерам. Здорово действовал Марк Пуцко против него в этом единоборстве. Передача вперед, остро! Сергей Фаут уже не мудуштво и лукаво отправляет мяч. Как ты говорил, что не гнушается Титан сегодня вот так вот разряжать обстановку. И вот моим словам сейчас вторит Артем Сергеев своим действием. Все чаще и чаще тройка оказывается с мячом, как-то вот развивает свое, может быть, не преимущество на поле, но какое-то вот давление явно сейчас Титан испытывает возле своих ворот. И это на руку тройки. Абсолютный дискомфорт сейчас испытывает Титан. Тройка продолжает нагнетать. Второй мяч у нас появляется на поле. Непонятно, откуда он взялся, будто бы из космоса упал. Но Медведев принимает и вынужден на Капкова играть, поскольку три человека в прессинг против него пошли в этом эпизоде. Архипов, очень сейчас важно сохранить мяч для команды. Нет, обострет на Медведева. И сейчас просто подвиг совершает, сейчас Дмитрий Котковский совершает подвиг, потому что Медведев сейчас готов был решить исход этого вообще поединка. Ответная атака тройки. На встречных курсах сейчас команды действуют. Ну и неточная передача на фланг. Конечно, крест на это атаки не ставит, но, честно говоря, вот из-за таких передач, может быть, у тройки сегодня не получается вернуться в этот матч полноценно. В самоотверженной подкате сейчас Капков убивает мяч и вскидывает вверх руки, тем самым поддерживая, подбадривая свою команду, ну и сразу же улыбка на лице Александра Зуева появляется. Действительно, сейчас эта поддержка Титану очень нужна, поскольку давление, о котором ты сказал, оно продолжает нарастать и нарастать. Тройка очень близка к голу. Сейчас какая-то серия разговоров, мини-диалогов была на Ситунь-парке, но все готово к вводу мяча из аута. Еще пара, да, каких-то предупреждений, возможно, устных от главного арбитра встречи Алексея Сергеева. Добавит эти 30 секунд, вброс из аута Сергеев здесь выигрывает, но опять же в аут, да? Не думает Сергей потом, чтобы развить контратаку, сейчас бы не до жиру, быть бы живу, как говорится. А так и нет никого впереди, здесь мяч отправляется на дальнюю штагу и вновь Карпов в игре. Прекрасен голкипер Титана. Ну и вот правда ты говоришь, что гол тройки назревает и он прямо где-то уже здесь, в воздухе витает. Вынос идет сейчас от Шамарина, но недалеко уходит мяч, тройка возвращает его на половину поля Титана, но вот в западной премьер-лиге Титан не испытывал такого давления в этом чемпионате, но вот сегодня он столкнулся с реальными проблемами и то время, которое остается в матче, 10 с половиной минут, кажется сейчас для Титана колоссальным. Абсолютно с тобой согласен, тем более если принять в расчет первую игру Титана, которая завершилась с отсчетом 1-1. То есть все-таки представителям Запада обязательно сейчас нужно набирать 3 очка для того, чтобы чувствовать себя чуть более спокойно. Да, ну спокойно, конечно, можно себя чувствовать, но Дим, ну не в такой группе, даже если Титан сегодня наберет очки, а ситуация на поле нас именно со слагательным наклонением вынуждает использовать, даже если это случится, Титану вряд ли себя получится уверенно чувствовать в такой группе, там же еще и авангард его ждет. Да, как раз с которым они и сыграли в ничью 1-1. Да, точнее Титан ждет здесь авангард, но домашний матч с авангардом не кажется уж таким комфортным, что ли, для того, чтобы точно и уверенно добыть 3 очка. Вангард за победой сюда приедет тоже. Ну и тройка сюда приезжала за победой, точнее она и сейчас, в общем-то, жаждет набрать 3 очка в группе. Я разговаривал вот как раз с представителями Южной Лиги и сказали, что тройка обязательна, это только за победой. Конечно же сразу же вспомнили, как тройка в полуфинале у себя дома, разобраваясь с нашим чемпионом, с ФКСП. С 4-0. Со счетом 4-0 был повержен чемпион Запада дома, ну а в гостях тройка лишь за счет одного мяча, да, вот этой разницы смогла пройти дальше, проиграла она здесь, на Северном парке со счетом 3-0. Да, Дим, часто хвалим мы Запад, да, говорим о Севере, о Востоке. А пока мы все это обсуждаем, тройка обыгрывает чемпиона Запада 4-0 дома. Задумался я сейчас. И конечно, для нас это было большим потрясением, безусловно, но думаю, что это вот такая разовая акция, да, просто тройка попала в те даты и сыграла здорово, что тут говорить, забила аж целых 4 мяча. Да, ФКСП конечно по щечину в ответ отвесил, да, 3-0 выиграл дома, но тем не менее тройка пошла дальше и забрала Титану, титул у несчастного, так скажем, Мега Титана, да, ну 3 раза в финале играли и мы не можем не вспомнить в сегодняшней игре про то, что Мега Титан проиграл в третий раз и мне просто вот хотелось бы сейчас в эфире пожелать удачи Мега Титану в этой Лиге Чемпионов, ну ей-богу, очень обидно, даже не из-за того, что на Западе они играют, но вот 3 раза в финале проиграть, ну это очень серьезное потрясение, наверное, для руководителей Мега Титана. Да, но от этого желание победить становится еще ярче и поэтому, конечно, даже, наверное, не победить желаю, а вот желаю нервов, крепких нервов руководству данной команды. Но вернемся на поле, здесь 3-1, 3-1 и матч в последнее время проходит под контролем гостей, под контролем чемпиона Южной Лиги команды тройки. Да, и чемпиона Южной Лиги и обладателя действующего обладателя Кубка Чемпиона. Ну вот, в общем-то, пока что Титан на 3 очка выходит, но все равно времени еще очень много и тройка будет давить до последнего. Счет 3-1 является по-прежнему скользким в этой игре. Ну и Титан перестроился, это видно. Сейчас действует чуть ли не в дух центральных защитников, потому что к Бушеву присоединился Артем Сергеев и он практически не покидает штрафную площадь своей команды. Вдвоем они как раз и снимают все верховые мячи или же перехватывают все передачи. Да, такую позицию Чистильщики сейчас выполняет Сергеев, подъедает все подборы, ну а тройка продажа обыгран, как сейчас Севастьянов был обыгран, просто на клочке, даже не на носовом платке, а на салфетке на какой-то жалко был обыгран сейчас Севастьянов. Ну и, в общем, очень остро это все могло закончиться. Тройка хорошая передача, Пилипенко сбрасывает своего партнера, можно бить как убирает сейчас на ложном замахе в Капково. И отличный пас, но Пилипенко бьет выше. Да, чуть выше приходится, не чуть выше, значительно выше приходится удар полузащитника. Тройки, кажется, это Михаил Жуковский оказался на эпизоде, вот, ну совершенно мы здесь глаза с Дмитрием, коллегой Дмитрием Яршовым, сломали такие вот тусклые номера на футбол... Такая яркая игра и такие тусклые номера, да? Вот, не состыковываются две эти вещи, но Жуковский сейчас наносил этот удар, который устремился сильно ввысь, а ситуация была, конечно, очень острая. Ударом от ворота, Вадим Карпов вводит мяч в игру, и здесь тут же тройка первая на подборе, нет, прекрасен Бушуев разряжает ситуацию около своих ворот. Себастьянов, технично, конечно, действует этот полузащитник с мячом. Обманное движение, ну и запутал этими обманными финтами даже Алексея Медведева. Удалось запутать Евгению Севастьянову, не понял его намерений, но вот хитрость плюс хитрости оказалось, что выхлопа в этом эпизоде нет. Минус на минус дал плюс. Да, минус на минус дал плюс, но... Или плюс на плюс дал минус. В общем-то, законы физики даже рушатся у нас в этом футбольном матче, но вот, а Севастьянов не частая картина, когда увидишь, что Женя пришел обороняться. Вся команда сейчас будет здесь отстаивать свое преимущество. Да, надежда на быстрые фланги остается у Титана. Ну а пока тройка вынуждает Карпова вновь вступить в игру, ну а вот этот заброс, ну... На Медведева, конечно, получился не самым точным. Очень тяжело одному из лучших бомбардиров ЛПЛ было зацепиться за этот мяч. Кудинов здорово здесь действует, ну и прилетает ему уже эта передача, хотя Киселев совершенно точно на Севастьянова играл, и здесь нужно было пропускать отмереть. Сергей Сальков сейчас здорово действовал по этому эпизоду. Ну и тройка сейчас, вот смотри, Титан сейчас прессингует на половине поля тройки. Устал Титан терпеть, начал уже огрызаться. Главное, чтобы сейчас эмоции не зашкалили у нашей команды. Киселев, попытка выйти в контратаку. Медведев технично пытается сбросить, но не удается ему это сделать. Это Алексей Житников. Да, пусть простит он меня, что я назвал его Сальковым. Хочу отдельно отметить игру этого футболиста по последним минутам. Алексей Житников это словно сторожевой пёс, пусть не обижается он на это слово, но он как будто сторожевой пёс в своей вотчине. Он забрал все мячи, все подборы, всё выиграл и не даёт Титану провести атаку, которая будет хотя бы даже подобна на опасную. Вообще, что вот немножко удивительно и парадоксально, после этой атаки Севастьяна здесь дарит мяч сопернику и тройка, ну не в численном преимуществом конечно атаковала, но была неплохая возможность для контратаки. Гушуев хороший пас на Киселёва, Медведева забыли здесь Житников, здесь против него действует Киселёва на решающий удар, ну и в защитника попадает Алексей, и здесь ценой нарушений. Здесь затолкали, затолкали в центре поля футболиста тройки, сначала Сергеев так принял, да можно сказать, полузащитника, но затем ещё и досталось от Фролова, насколько я понимаю. Да, в коробочку сейчас действовали против нападающего тройки, действительно, но атака была столь разительной, что арбитр встречи не стал здесь фолом эту красивую атаку убивать. В общем, тройка продолжает своё наступление, свой нажим, ну и замена Сергеева. Сергеев колоссальный, конечно, объём работы выполнил. Так вот, я хотел бы отметить, что прекрасно действуют сегодня фланговые защитники у тройки, а вот про нападение, наверное, мы таких лестных слов, да, в течение нашего репортажа, наверное, не говорили. Ты знаешь, Дим, с тобой абсолютно я согласен. Думаю, что мы определяем тройку лучших игроков матча, и я думаю, что вся тройка будет составлена из защитников обеих команд. Согласишься? Вполне, 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 да. Ну, единственное, что, конечно, какие-то колы можно было бы выделить, да, ту же самую Севастьянова всё-таки. Да, может быть… Или Агапцева в этом эпизоде. Ну, в том эпизоде, наверное, Агапцева, но Севастьянов всё-таки автор дубля в этой встрече, и я думаю, что в тройку лучших явно… Обязан попадать, да? Да, да. Ну да, конечно, в таком матче вообще маловато игроков в Москве, которые два мяча смогли тройки забить. Наверное, с тобой в этом плане я согласен, но не отметить блистательную игру защитников обеих команд, оборонительные действия обоих коллективов невозможно. Да, очень высокий темп, и, конечно, атаки срывать очень сложно. Киселёв, ну, это из разряда киньте мяч на Медведева, да, а он зацепится. А мне показалось, что Киселёв сейчас пытался Гуреева перебросить. Гуреев перелил солнце, светленькое наше солнце, ослепило Павла Гуреева. Сейчас оно на родной земле. Кто хоть раз стоял вблизи с Павлом Гуреевым, я думаю, что ответит на твой вопрос. Невозможно его перекинуть. Невозможно перекинуть, тем не менее, Алексей Киселёв, видя, что солнце влияло на этот эпизод, и пытался он, мне кажется, всё-таки перекинуть. Ну да, наверное, Гурееву перебросить, проще, наверное, вообще всю сетку перебросить, чем Гурееву. Он настолько высок и статен, но тем не менее, тем не менее, да, три мяча пропустил всё-таки. Три мяча пропустил, но большинство из них было забито в упор. Да, конечно, и остаются вопросы по поводу первого гала, как же мяч там проскочил в итоге. Торнырнул буквально, да? Мимо стенки, мимо всех защитников, да, и мимо самого Павла Гуреева. Но, что касается остальных мячей, то здесь к Павлу никаких, наверное, вопросов быть не может. Да. Титану удаётся перехватить мяч. Медведев танцует буквально на Сетунь-парке. Здесь некую такую ламбаду придумал Алексей, но, в основном, что мяч для своей команды сохранил. Да, ламбаду действительно красивую сейчас Медведев исполнил. Такую бразильскую, с соответствующей погодей и солнцем, которую мы сейчас наблюдаем там вот на этом прямоугольнике. Ну, а как здорово Архипов в подкате после этого действовал. Выгрызал мяч для своей команды. Ну, а время-то у нас, Дима, стекло, а мы и не заметили даже с тобой. Абсолютно здесь с тобой согласен. Матч буквально не даёт возможности передохнуть, перевести дух. Ну, и вот одна из последних атак тройки. Бушуев, здесь его накрывают. Пуцко уже как высоко поднялся. Ну и что, можно бить? Для удара обыгрывают. Фролова всё-таки обыграл Алексей Житников. Фролова на замахе, но до удара довести не удалось. Ошибается сейчас Белов, тройка получает свой шанс. Но вот только серия неудачных рикошетов и мяч в руку попадает одному из футболистов тройки. А Алексей Сергеев даёт финальный свисток. И мы с тобой фиксируем победу Титана со счётом 3-1. Максим, насколько она уверенная получилась? Ты знаешь, уверенности в действиях Титана я бы не увидел по этой встрече, но я увидел высочайшую самоотдачу, которую проявил Титан. То есть мастера, которые обыгрывают на технике, на классе, комбинационным футболом, ещё чем-то, да, эту встречу они вытянули на самоотдаче. Потому что тройка нагнетала 45 минут игры. И Титан, на мой взгляд, сегодня на характере, на мужском, на волевом характере, заслуживает эти ценнейшие 3 очка в этой группе смерти. Ну а, пожалуй, по-другому против тройки и нельзя, да, то есть нельзя просто выйти против этой команды и быть на голову сильнее. Тройка – это уже какой-то уровень, какой-то стандарт, какой-то бренд, извините, да. В любом случае команда ниже своего уровня, она не падает, она играет всегда и показывает хорошие результаты. Так, хороший футбол мы с вами посмотрели. И не будем забывать, что всё-таки в этой группе ещё и авангард присутствует, да. И вот сейчас, завершая эту трансляцию, честно говоря, мне хочется погрустить, потому что одна вот из этих трёх команд не выйдет в плей-офф. Но мы её увидим в Кубке ЛФЛ, а значит, свой Еврокубковый сезон все три коллектива, скорее всего, продолжат. Да, безусловно, вот отрадная схема присутствует у нас в Еврокубках, что третья команда получает возможность попасть в Кубок ЛФЛ. И я думаю, из этой группы третья команда будет, естественно, главным претендентом на победу в этом турнире. Да, на этом мы порешим. С вами были Дмитрий Ершов, Максим Киселёв. Спасибо, что смотрели с нами вот этот, ну, зубодробительный действительно матч. Очень хороший темп, показали команды. Мы получили колоссальное удовольствие. Надеюсь, что и вы тоже. Большое спасибо, что были с нами, друзья. Оставайтесь с нами всё время. И увидимся вновь на трансляциях Лиги Чемпионов. До свидания. 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 До свидания.